Добрый день, большое спасибо, что согласились уделить нам время. Сегодня мы будем говорить с вами о будущем, которое, наверное, уже наступило. И, собственно, говорить мы будем о будущем наших с вами денег. Казахстан, если вы знаете, еще не полностью отошел от наличного расчета, но технологии движутся настолько быстро, что, скорее всего, в будущем кэшем мы пользоваться уже не будем. Расскажите, пожалуйста, о самых новых технологиях, которые будут внедряться в Казахстане уже в ближайшее время. Да, добрый день. Мне бы хотелось начать с того, что Казахстан является одним из самых быстро растущих рынков с точки зрения безналичных платежей. И что для нас особенно приятно именно бесконтактных платежей. Казахстан по итогам последнего месяца вошел в топ-25 стран мира по бесконтактным платежам. То есть это показывает, что развитие именно безнал и бесконтактных платежей действительно находится на очень высоком уровне. И благодаря этому все больше и больше новых технологий мастер-карт может предоставить для рынка Казахстана. Ну, например, сегодня, знаменательная дата, сегодня запускается новый тип платежа Apple Pay, когда клиентам Apple будет доступна возможность платить с помощью своего смартфона, с помощью карты, которая у него открыта в одном из пяти банков, которые сегодня запускают этот сервис. Так вот, по нашим данным, именно мобильные платежи, и они и будут в ближайшем будущем неким драйвером, обеспечивающим рост безналичной экономики. Что уже сейчас могут платежные системы, помимо, собственно, оплаты? Спектр достаточно широкий, потому что, когда мы говорим про конечный продукт клиенту, мы все-таки подразумеваем, что просто карта, просто инструмент, он уже мало кому интересен. Всем нужны дополнительные сервисы, бонусные программы, кэшбэки, дополнительные сервисы. И одним из векторов развития, именно мобильных платежей в том числе, становится развитие нефинансовых сервисов. Для нас стратегически развивает не только платежное направление или устройство, которое только платежами занимается, но и использование в том числе нефинансовых сервисов. И, по сути дела, это некая, наверное, безграничная возможность, потому что современные технологии цифровизации позволяют отцифровать, по сути дела, любой сервис, начиная от похода в поликлинику и заканчивая проходом на работу в свой офис, использование платежного инструмента как пропуска. То есть абсолютно нет никаких ограничений, какие сервисы могут быть оцифрованы в ближайшее время. Михаил, скажите, а вы сами пользуетесь наличными деньгами? Я сам. Хороший вопрос. Иногда да. И вы знаете, тут есть несколько аспектов по поводу наличных денег. Ну, во-первых, я, наверное, немножко повторю слова нашего вице-президента международных рынков Энкернс, которая в недавнем интервью сказала, что все-таки для наличных денег, для пластиковых карт, для телефонов всегда будут оставаться свои сегменты людей. Наличные останутся, наличные будут, просто сегменты для них в разных странах будут разные. И где-то там будет их чуть больше, где-то чуть меньше, но, опять же, всегда будут люди, которые предпочитают именно наличные, ну, в силу каких-то своих взглядов. То есть о полном отказе от физических денег речи не идет? Ближайшей перспективы нет. Ближайшей перспективы – это какое время? Ну, мы, на самом деле, смотрим перспективы, там, ближайших лет 5-7. 5-7 лет мы не считаем, что даже в самых развитых безналичных рынках, таких, как, опять же, вот, Норвегия или, например, Швеция, да. Международные платежные системы утверждают, что инновационные платежные технологии приходят на службу человеку. Можете ли вы на примерах показать, как вот эти инновации изменят жизнь простых людей? Ну, здесь, на самом деле, очень много примеров. И, наверное, первый из них, самое большое – это удобство, да, потому что для современного человека, для него даже, наверное, не, скажем так, не всегда важна финансовая составляющая, то есть там, где дешевле, проще, там, не знаю, там, интереснее, а важнее, как удобно, да. Поэтому развитие тех же самых мобильных платежей, там, тот же самый Apple Pay или, там, другие технологии похожие, они, прежде всего, направлены на то, чтобы сделать процесс платежа удобным, удобным, безопасным. Поэтому у меня, да, как человек, пользующийся, там, телефоном для оплаты, я, ну, наверное, последний раз кошелек использовал очень-очень давно, но смысла в этом не очень много, потому что технологии развиваются, заплатить без контакта можно уже очень много где, то есть каких-то вот препятствий для того, чтобы не использовать новые технологии, становятся все меньше и меньше, и здесь действительно удобно использовать платежи как мобильные, так и другие. Плюс еще платежи современные, да, они в том числе и обеспечены таким проектом, как биометрия. Биометрия является очень важным фактором, и в будущем развитие биометрии, оно будет, скажем так, еще больше подталкивать различные финансовые и нефинансовые сервисы к развитию. Например, когда вы используете Apple Pay, да, для того, чтобы подтвердить авторизацию, вам нужно либо прислонить палец, либо, собственно говоря, сканировать лицо, но эту же технологию можно не только для платежа использовать, да, ее можно использовать для того, чтобы войти в интернет-приложение. Эту технологию можно использовать для того, чтобы подтверждать операцию в интернете. Тоже немаловажный вопрос, как в таких инновационных продуктах обеспечивается безопасность? Безопасность – это, безусловно, очень важная тема, и дискуссия вокруг нее очень много. Здесь мы бы хотели, наверное, я бы хотел рассказать про нашу платформу токенизации. Она называется MDS – Mastercard Digital Enablement Service. Что такое токенизация и как это работает, и почему это важно? Например, тот же самый Apple Pay или любые другие платежи с помощью мобильного телефона, они стали возможными, но благодаря платформе токенизации. То есть, когда вы берете свой оригинальный номер карты и отображаете его в телефоне, на самом деле в телефоне формируется токен, который не похож на ваш оригинальный номер карты. И когда вы расплачиваетесь телефоном или другим устройством в магазине, во всем процессе участвует только номер вашего токена. То есть, оригинального номера карты в процессе оплаты нет нигде, поэтому ни у кого нет доступа к оригинальному счету на карте. И именно платформа токенизации, она и определяет безопасность этого платежа, потому что там не используется доступ к вашему счету. Собственно говоря, это отдельный токен, который уникальный для конкретного устройства. То есть, этот токен нельзя использовать с другого устройства. Если вы постараетесь этого сделать, наша технология откажет от работы, да, и транзакция не пройдет, потому что он привязан к конкретному номеру телефона, к конкретному аппарату. И, соответственно, процесс оплаты в данном случае является безопасным по всем стандартам мастер-кард. И эта токенизация, платформа токенизации, она уходит не только с точки зрения телефона в магазине, да, но и в e-commerce, в интернет-платежах, да. То есть, наша задача создать такую инфраструктуру, чтобы нигде не использоваться оригинальный номер карт. Михаил, ну, вы же не будете отрицать, что у нас люди достаточно консервативные, особенно люди старше среднего возраста. И что нужно делать для того, чтобы они поняли, то есть, те люди, которые привыкли платить наличными деньгами, чтобы они поняли, что вот именно новые технологии, инновации, это гораздо удобнее. Здесь несколько аспектов. Как, собственно говоря, мы на это смотрим, да. В первую очередь, когда мы сегодня говорим о том, что Apple Pay запускается на территории Республики Казахстан, но в том числе говорим о том, что с сегодняшнего дня у мастер-кар запускается программа лояльности по использованию телефонов в классе платежа. У нас с сегодняшнего дня семь ведущих партнеров будут давать скидки в специальные предложения, то есть, ну, например, Starbucks или, например, Burger King, то есть еще несколько, Казминогаз, например, еще несколько крупных компаний, плюс еще партнеры будут добавляться до конца года, и там, где вы отплачиваете с помощью Apple Pay или другого технологического инструмента, вам будут доступны скидки, специальные предложения, а также какие-то подарки, сюрпризы и прочее. То есть, первое, это показать о том, что это выгодно, да, то есть вы что-то получаете больше использованного технологии. Михаил, смотрите, согласно официальным данным, на 1 октября 2018 года в Казахстане в обращении находится свыше 21 миллиона платежных карточек, при этом держателей платежных карточек у нас 17,5 миллионов. По вашей оценке, говорит ли это о развитии системы безналичных платежей? Безусловно, то есть, показатель больше одной карты на человека, в том, что все население, да, оно же не все 100% использует карты, это же, опять же, экономически активных, вот то, что сегодня я слышал, озвучивал Национальный банк, то есть активных клиентов 10 миллионов. Активных – это которые каждый месяц используют карту как платежный инструмент. То есть 10 из 21 миллиона – это больше двух карт на одного экономически активного человека. Это действительно один из действительно хороших показателей на уровне Европы, например, да, то есть это уровень Центральной Европы даже. В нашей стране только недавно стали обязательными посттерминалы, при этом в развитых странах это уже давно является нормой. А как вы думаете, как будет развиваться это направление с учетом развития интернета, цифровизации и вообще бизнеса? Это действительно очень важный вопрос, потому что все больше торговых предприятий смотрят на баланс между продажами в оффлайне, так называемом, да, там и в e-commerce. И понятно, что себестоимость продажи одного и того же продукта при аренде магазина либо через интернет-магазин, она тоже разная. Но, как показывает практика, далеко не все товары могут с легкостью продаваться в интернете, да, для кого-то очень важно прийти и посмотреть что там. То есть, например, одними из самых быстро растущих сегментов e-commerce – это является продажа билетов или все, что связано с путешествиями, да. Для этого, в принципе, не нужно идти куда-то, да, достаточно зайти на сайт и купить себе билет или там о форме путешествия, когда уже мы говорим про выбор той же самой бытовой техники или еще про что-то, да, очень многим людям действительно важно сначала посмотреть, да, оценить качество картинки телевизора, да, там или звука, там, какого-то звукозаписывающего устройства. Поэтому баланс, да, он всегда останется, то есть для каких-то рядов товаров, но с точки зрения бесконтактных платежей, опять же, как мы вот уже говорили, для торгового предприятия, прием новых инновационных способов платежа – это сокращение очереди и сокращение обслуживания отдельно взятого клиента. Михаил, давайте поговорим о носимых устройствах с функцией безналичной оплаты. В Казахстане это только приходит, в то время как в мире, во всем мире, это уже давно является частью обыденной жизни. Как вы думаете, сколько нам потребуется времени для того, чтобы и у нас это получило такое распространение? Я считаю, что это совсем немного времени, и более того, носимые устройства – вообще в целом инновации для всего мира, да, то есть нет стран, где это работает десятилетиями. Опять же, тенденция развития носимых устройств, на мой взгляд, в более-менее массовой сфере появилась буквально полтора-два года назад. И сейчас очень много различных компаний обеспечивают, собственно, платежной функцией свои товары для того, чтобы человеку было удобно. И мы, например, можем говорить про такие проекты, как Гарминпэй, да, которые уже доступны для наших банков-партнеров на территории Республики Казахстан, и мы открыты с нашими партнерами обсуждаем запуск подобного рода платежей. И интерес со стороны других производителей, он тоже достаточно высок. И это вопрос, на самом деле, месяцев каких-то. — Новость из области фантастики. Ну, казалось бы, да, Мастеркард объявил, что в апреле, с апреля 2019 года покупатели смогут использовать биометрические данные, такие как отпечатки пальцев, распознавание лиц и так далее. Скажите, пожалуйста, подробнее, как это будет работать. — Да, смотрите, технологию биометрии мы представили нашим банком-партнером в Республике Казахстан буквально, наверное, несколько недель назад. И мы сейчас очень активно работаем с нашими банками-партнерами на реализацию биометрических решений. То есть наша идея заключается в том, чтобы заменить, скажем так, СМС-ку при покупке в интернете на биометрическую адвентификацию. То есть сейчас, когда вы совершаете операцию в интернете, чаще всего ваш банк-комитент присылает вам СМС, вы вбиваете номер, пароль из этого СМС, ждете и прочее. По нашим данным, примерно 9% транзакций не заканчиваются только по этой причине. Потому что плохая связь, человек не получил СМС, либо неправильно ввел СМС, либо еще что-то. 9% транзакций — это очень много. Поэтому мы очень хотим упрощать... Мы хотим упрощать возможность оплаты в интернете. То есть вместо того, чтобы ждать СМС, вы просто прикладываете свой палец, либо лицо, либо картинку, либо неважно что, чтобы операция прошла дальше. Поэтому у нас сейчас уже ведутся проекты с несколькими нашими партнерами. И мы действительно надеемся, что именно в это время и не позже мы сможем уже... Наши партнеры, банки-партнеры смогут предложить своим клиентам именно биометрические решения. И вот, кстати, отсюда вопрос вытекает. Все ли банки в Казахстане готовы к внедрению таких технологий? Есть ли вообще такие возможности? Смотрите, сама технология, она не очень сложная. И технологически, я думаю, что готовы все. Но опять же, это вопрос того, что сейчас технологий становится настолько много, что иногда банку приходится выбирать, что вот в данном случае быстрее и важнее сделать. Потому что, как я говорил, сегодня мы говорим про Apple Pay, я говорил про Garmin Pay, про другие, собственно говоря, наши партнеры, которые придут на территорию Республики Казахстан, в том числе биометрии. И поэтому я считаю, что в ближайшее время большинство из них будет использоваться технологии. Михаил, спасибо большое вам за интересную беседу, за то, что уделили нам время. И вам спасибо. Это была программа «Эксклюзив». И я напомню, что сегодня у нас в гостях был Михаил Федосеев, вице-президент компании «Мастеркард» по развитию бизнеса и цифровых технологий в регионе быстро развивающихся европейских рынков.